Бессмертие В поисках философского камня Богатейшие люди планеты шли и кое-где наверняка идут до сих пор темными и мрачными тропами нелегального донорства, вставляя в свои немощные тела молодые сердца и галлонными скупая кровь юных созданий. Фантастическим образом кинематограф помнит сотни кинолент, связанных с темой поисков бессмертия. Ведь обрести вечную жизнь – это несбыточная мечта людей, которую они воспевают в своих грезах. Кинокомедии, драмы, фильмы ужасов, кинофантастика – все жанры напереганки бежали и бегут с оглядкой на классику, придумывая или трактуя по-новому классические истории о вечной жизни. Корпорация «Бессмертие» режиссера Джеффа Мёрфи представляет на сутки на зрителей любопытную историю, произошедшую с автогонщиком Алексом в исполнении Эмилио Эстевиса. По сюжету, ему выпала честь или участь быть выбранным для трансплантации сознания. Вернее, выбрали его тело, чтобы из него выкинуть его же личность, дабы в его физической оболочке смог существовать супер-богач в исполнении Энтони Хопкинса, который смертельно болен. Алексу удается вырваться из лап недругов и начать свою гонку, во время которой он должен понять, что к чему. Одновременно с этим у людей-богача есть всего 36 часов, чтобы в целости и сохранности вернуть тело Алекса для трансплантации сознания. Иначе личность заказчика уйдет в небытие. Да, я забыл упомянуть, что Алекса похитили из его времени в недалекое будущее. В этом недалеком будущем Америка потерпела некое поражение в экономической войне с одной из восточных стран. Это, наверное, Китай или Россия. Средний класс, как таковы, полностью исчез, оставив в США лишь очень богатых либо нищих. Большая часть населения выживает на перенаселенных улицах и в трущобах. Этот фильм является свободной адаптацией романа Роберта Шекли, написанного в конце 50-х годов прошлого века. Кинокартине удалось весьма неплохо предугадать реальные последствия торгово-экономических войн, в том числе последствия применения санкций, которые наносят больше убытков, чем любая бомба. По сюжету Алекса переносят в 2009 год. Это совпало с реальным всемирным экономическим кризисом, начавшимся в 2008 году. Создатели только не смогли предсказать всеобщую интернетизацию планеты. Кинолента предстает своего рода в чем-то похожей на некий технологический нуар, связывающий высокие технологии с низшими человеческими инстинктами. И все же фильм только похож на такого рода определение, слегка не дотягивает. Даже потому, что сценарная лента даже не объясняет причин, как наступило такое жалкое будущее. Кинолента Корпорация Бессмертия, на мой взгляд, пытается быть похожей на тот же «Вспомнить все» Пола Верховена со Шварценеггером. Эмилио Эстевес был хорош в фильме «Клуб завтрак», но, думаю, здесь был нужен тяжеловес, вроде Арнольда или Сталлоне. Мир будущего в этой киноленте выглядит ветхим и дешевым. Что-то похожее будет в фильме «Джонни Мнемоник» с Киану Ривзом. Слишком маловато показать пару-тройку футуристических автомобилей среди грязных улиц. Экшен фильма снят простенько, без каких-то запоминающихся моментов. А концовка, от которой ожидается россыпь драгоценностей кино со спецэффектами, порадует лишь олдскульной компьютерной графикой в стиле ленты «Газонокосильщик». В этой киноленте появился знаменитейший музыкант Миг Джаггер, но просматривая ленту сейчас, в акторском плане он не берет каких-то особых высот. Старина Миг в своем шлеме выглядит по меньшей мере глуповато. Энтони Хопкинс в поздних интервью как-то назвал этот фильм со своим участием провальным и очень плохим. Вложив в киноленту порядка 30 миллионов баксов, продюсеры стыдливо закрывали глаза рукой на тестовых просмотрах ленты. Да, были пересъемки, съемки дополнительных экшн-сцен и переделка спецэффектов. Но все зря. Эта кинолента почти на год опоздала с выходом на экран и сразу же затерялась среди более мощных конкурентов. Возможно, самой большой причиной провала ленты является некритичный взгляд создателей на фильм о жалком будущем, который он пытается изобразить. В конце фильма герой Эмилио Эстевиса выживает, обманывает преследователей, которые наивно полагают, что трансплантация сознания все же удалась. Теперь у Алекса есть доступ к бешеным деньгам, власти и бесконечному количеству гоночных автомобилей, которые он просто обожает. Да, он мог бы изменить мир, пустить деньги во благо и сделать будущее людей лучше. Но будет ли он этим заниматься? Почему-то я в этом сомневаюсь. Фильм закончился хэппи-эндом для главного героя. Он победил богача и сел в его дорогой автомобиль рядом с Рене Руссо. Думаю, с такими деньгами, подружкой, этот герой неплохо проведет целую вечность в стране, состоящей из крайностей и противоречий. Несмотря на большое количество минусов картины, которую мы с вами сегодня рассматриваем, это, на мой взгляд, классика. Нетленная лента с участием Эмилио Эстейвиса, Мика Джаггера, Энтони Хопкинса, Рене Руссо. Таких картин больше не будет никогда. Это конец эпохи, порог, за которым уже стоят киноленты более совершенные, с новыми героями. Постановщик Джефф Мёрфи, снявший до этого такие культовые ленты, как «Тихая земля» и «Молодые стрелки 2», после фильма «Корпорация бессмертие» скатился в убогие продолжения, вроде «В осаде 2» и «Крепость 2», но позже слегка реабилитировавшись, как второй режиссер в трилогии «Властелин колец». Кинолента «Корпорация бессмертия» никогда не отправится в небытие, как один из её героев в исполнении Энтони Хопкинса. Не совсем удачная картина, но годы ей идут на пользу. И думаю, в чём-то лента обрела своё собственное бессмертие.